Вчера в половине восьмого часа воскресного утра, когда на наши горы после нулевой оттепели навалились 20-ти градусные морозы со снегопадалью и мощным метелистым ветром, на гололедном перекрестке Волгоградская-Ухтомская, что рядом с Радугопарком, столкнулись десятка и трактор со скребком на носу и щеткой на хвосте. Трактор был приписан к Радугопарку и потому чистил территорию возле этого торгового центра. В восьмом часу утра он зачем-то доехал по Ухтомской до Волгоградской, где на перекрестке его и атаковала Десятина, влетевшая ему в передний скребок. Пилот десятки Иван пытался уйти от столкновения, тормозил, скорости на свежем льду и так были не очень высокие, но не смог. По сравнению с теми многочисленными убойными ДТП, в которых у нас в горах в этот уикенд, включая пятницу, погибло 20 человек, Этот замес, конечно, просто детский сад с песочницей, без погибших и даже без пострадавших, но в нем, что важно, есть торжество справедливости. Пилот десятки Иван с самого начала настаивал на том, что ехал на зеленый, а трактор с оранжевым фонарем на крыше, который ему не дает никаких преимуществ движения, на красный. И тракторист с этим поначалу соглашался, но впоследствии неожиданно переобулся, стал настаивать на зеленом. Иван пошел искать правду. В сети обратился к общественности, нет ли у кого записи с регистратора, аллеи с уличной камеры, и люди ему помогли. Вот эта запись конкретно показывает, что виноват тракторист. Он заехал на перекресток на красный и пытался повернуть. И тут его настигла Ивановская десятка. Пришлось трактористу вернуться к первичным показаниям. Вот такая история о том, как Иван пытался уйти от столкновения, а тракторист от ответственности.